Глава 128. Арбаа Меним и Нитилат Лулав. Дерево великолепного это итрог. Пальмовая ветвь это лулав, молодая ветка финиковой пальмы, на которой листья еще не распустились и плотно прижаты к стволу. Дерево густолиственное это мирт, адас на иврите, ветви которого так густо покрыты листьями, что напоминают плетеную косу. Верба речная это вид ивы, орова на иврите, ветки которой имеют красноватый оттенок, а листья длинные с гладкими краями. Этот вид ивы чаще всего встречается около рек, отсюда ее название речная, но для исполнения заповеди не имеет значения, где ива произрастает, в горах, пустыне или у реки. Названные четыре вида растений, арбаа, миним на иврите, необходимы для исполнения особой заповеди праздника Суккот, нитилат лулав. Принято покупая этрог и лулав советоваться с раввином, так как вопрос об их пригодности для исполнения заповеди может разрешить только человек, хорошо знающий соответствующие предписания лохи. Поэтому то, что мы скажем ниже об арбаа, миним, следует рассматривать лишь как самые общие указания, отнюдь не учитывающие большинство проблем, которые могут возникнуть. Растения для арбаа, миним, желательно не срезать самому, а купить или, по крайней мере, принять в подарок от того, кто их сам срезал. Желательно, чтобы этрог был созревшим, желтого цвета издавал запах, хотя для исполнения заповеди пригоден и зеленый. По традиции, идущий от рабишнируа Зельмана из лят альтер-реби, приобретают так называемый калабрийский этрог без питама, остатка чашелистика на вершине плода, так как по преданию именно в Италию в область Калабрия послал Машера Бейну за этрогами для первого исполнения заповеди нитилат лулав. Такой выдающийся авторитет Торы, как Веленский Гаон, раби Ильяу, тоже считал, что лучший сорт этрога для исполнения заповеди нитилат лулав – калабрийский, а Хатам Сафер, раби Маше Шрайбер, один из самых известных авторитетов Алахи, писал, что мудрецы Прованса и Германии с древнейших времен использовали для исполнения заповеди нитилат лулав именно калабрийский этрог. Итрог должен быть снят с непривитого дерева, то есть тот, что снят с привитого дерева, называется итрог-муркав, и для исполнения заповеди непригоден. Желательно, чтобы лулав был прямым и зеленым, а все его листья плотно прилегали один к другому. Высохший лулав для исполнения заповеди пригоден лишь в самом крайнем случае, когда свежий приобрести невозможно. Какой лулав считается высохшим? По мнению одних авторитетов Алахи, это лулав, потерявший свой зеленый цвет. Другие считают его таковым только тогда, когда он начинает осыпаться, если по нему провести ногти. И на это последнее мнение можно положиться в крайнем случае. Минимальная длина лулава, точнее его ствола, не считая листьев, образующих его продолжение, 32 сантиметра. Для исполнения заповеди необходим Адас Мишулаш. Так называемая веточка мирта, каждая тройка листьев, которая расположена точно на одном уровне, а сами листья настолько длинны, что достигают основания листьев следующего этажа. Если хотя бы один листик из трех расположен выше или ниже двух остальных, такой мирт не пригоден для исполнения заповеди. В крайнем случае нижняя и меньшая часть веточки должны не отвечать этим требованиям. Длина Адаса, пригодного для исполнения заповеди, должна быть не менее 24 сантиметров. В крайнем случае, если другого найти невозможно, достаточно 20 сантиметров. Адаса пригоден для исполнения заповеди, тогда, когда листья его осыпаются. Важно только, чтобы на большей части его длины на каждом этаже остались два целых листа. Но сухой Адас, если его листья потеряли зеленый цвет, не пригоден. Все же, если на вершине ветки осталось хотя бы три свежих листика, Адас остается пригодным для исполнения заповеди. Некоторые авторитеты Аллахи считают, что Адас пригоден даже в том случае, когда верхушка ветки обломана. По мнению других, если у ветки отсутствует верхушка или на целой ветке по крайней мере три верхних листа застохли, Адас не пригоден. Когда есть возможность достать другую веточку Адаса, надо придерживаться второго мнения, поскольку весьма желательно, чтобы все растения Варба-Аминим были как можно красивее. В крайнем случае разрешается следовать первому мнению. Маленькие веточки, находящиеся между этажами трилистников и нарушающие правильность их расположения, надо осторожно удалить. Минимальная длина ветки Аравы 24 см, в крайнем случае достаточно 20 см. Если верхушка Аравы сломалась или большая часть ее листьев осыпалась, она непригодна для исполнения заповеди. Арава считается непригодной и тогда, когда большинство ее листьев засохло, то есть потеряла зеленый цвет, поникла, хотя все еще держится на стволе или растрескалась. Для исполнения заповеди Нитилат-Лулав связывают вместе один лулав, две ветки Аравы и не менее трех веток Адаса, а если возможно, то более. Используя для этого листья, отделенные от лулава. Исполнять эту часть заповеди об Арбаменин принято в шалаше в канун праздника Суккот. Лулав обвязывают в двух местах так, чтобы нижняя перевязь полностью была скрыта ветками Адаса и Аравы, а верхняя хотя бы от части. Ветки Адаса и Аравы привязывают к нижней части лулава тремя перевязями, причем расстояние от нижней перевязи до верхней не должно превышать 8 см. Три основные ветки Адаса распределяются в связке следующим образом. Одна справа, другая слева и одна в центре с легким наклоном вправо. Одну ветку Аравы привязывают справа, другую слева, причем ветки Адаса должны слегка заслонять их. Лулав при этом должен находиться в том же положении, что и при исполнении заповеди Нитилат-Лулав. То есть его надо повернуть к себе той стороной, на которой виден ствол. Аллаха разрешает после исполнения заповеди Нитилат-Лулав в праздник возвращать Лулав в вазу с водой, а если необходимо, даже подливать в нее свежую воду. Однако полностью менять в вазе воду в праздник запрещено. Для наилучшего исполнения заповеди Нитилат-Лулав особенно в первый раз принято встать пораньше и перед молитвой Шахарит произнести в шалаше благословение над Лулавом. Заповедь Нитилат-Лулав исполняют стоя. Берут Лулав вместе с привязанными к нему ветками Адаса и Аравы в правую руку, так, чтобы ствол Лулава был обращен к исполняющему заповедь, а Итрог в левую и произносят благословен, осветивший нас своими заповедями и повелевший нам брать в руки Лулав. Затем Итрог присоединяют к Лулаву таким образом, чтобы верхняя треть Итрога касалась нижней части остальных растений и совершают положенные движения. Следует подчеркнуть, что все четыре растения должны находиться в естественном положении, то есть верхушкой вверх. Заповедь Нитилат-Лулав Положенные движения Сарба-Миним совершают в шести направлениях к юго-востоку, юго-западу, вперед к востоку, вверх, вниз, назад к западу по три раза в каждом направлении, то есть всего 18 движений. При этом стоят лицом к востоку, а Лулав держат вертикально, не наклоняя его. В конце движения в каждом направлении Арба-Миним слегка встряхивают, а затем возвращают в исходное положение, прикасаются ими к груди, к тому месту, по которому ударяют себя кулаком во время чтения исповеди в грехах. Совершая движения Сарба-Миним, не нужно поворачиваться вслед за ним. Итрог все время должен быть скрыт в ладони, но совершая последнее движение к западу, ладонь приоткрывают. Совершив Сарба-Миним движения вверх, опускают их чуть ниже первоначального исходного положения, напротив груди. Затем приподнимают до исходного положения и прикасаются к ими груди. Совершив движения вниз, поднимают чуть выше исходного положения, затем опускают их до исходного положения и после этого прикладывают к груди. Два из трех последних движений Сарба-Миним должны быть совершены не точно на запад, а на юго-запад, и лишь третья из них, последняя из 18 движений, точно на запад. Совершать движения Сарба-Миним надо крайне осторожно, чтобы не зацепить верхушкой Лулава за что-либо. Принято приносить Арба-Миним в синагогу и уносить домой самому, не поручая никому, чтобы подчеркнуть свою любовь к этой заповеди. Левша берет Лулав левой, то есть сильной рукой, а Итрог правой. Перед исполнением заповеди Нитилат Лулав запрещено есть Тот, у кого нет Арба-Миним, но он надеется одолжить их, чтобы исполнить заповедь, а также тот, кто находится в пути и надеется прибыть на место, где сможет одолжить их, не ест до полудня, но не позже, так как праздник Ивхоль-Амаэт поститься запрещено. В течение всего праздника Суккот запрещено нюхать Адас даже в субботу, когда Нитилат Лулав не совершают. Итрог разрешается нюхать в субботу и произносить перед этим благословение, который даровал плодам аромат. Но в остальные дни праздника, даже не во время исполнения заповеди Нитилат Лулав, нюхать Итрог запрещено. В субботу Лулав, в отличие от Итрога, является мукце, поэтому в отношении его надо соблюдать все связанные с этим ограничения. Кроме того, в субботу Итрог можно заворачивать только в то, во что он был завернут ранее, и класть в ту коробку, где он ранее хранился. Использовать для его хранения новый материал или коробку запрещено, так как они впитают запах Итрога, и тем самым будет нарушен один из субботних запретов. В первый день праздника Суккот, тот, кто совершает Нитилат Лулав с Арба Аминим, должным образом, адолженным у другого еврея, заповедь не исполняет. Сказанное в Торе, книговая икра, и возьмите себе, следовательно, необходимо приобрести Арба Аминим самому в полное владение. В противном случае заповедь Нитилат Лулав остается неисполненной. За пределами страны Израиля это правило действует во второй день праздника. Однако владелица Арба Аминим имеет право дать их другому еврею для исполнения заповеди в подарок с условием возврата, то есть обязывая его потом вернуть их хозяину. В принципе, эти слова следует произнести вслух, но если дают Арба Аминим молча, считается, что получивший их все же исполнил свой долг, потому что в подавляющем большинстве случаев Арба Аминим передают другому именно как подарок только на время исполнения заповеди. В остальные дни праздника Аллаха разрешает брать для Нитилат Лулав чужие Арба Аминим даже без ведома их владельца и произносить над ними благословения, но уносить их с того места, где оставил их владелец, запрещается. В первый день праздника, а за пределами страны Израиля и во второй день, несовершеннолетним не следует давать Арба Аминим для совершения Нитилат Лулав, пока это не сделают взрослые. Дело в том, что, согласно Тори, малолетний может приобрести вещь, но его подарок не имеет силы. По инициативе Любавического Рэбе Минахема Мендла Шешнеерсона в дни праздника Суккот те, кто имеют Арба Аминим, выходят на улицу, чтобы дать возможность исполнить заповедь Нитилат Лулав тем, у кого Арба Аминим нет. Рассказывают про одного праведника, прошедших времен, который охотно давал свой Арба Аминим любому, кто хотел произнести благословение и исполнить заповедь Нитилат Лулав. Когда ему заметили, что из-за этого его и трог теряет свое великолепие, праведник ответил, нет большего великолепия у трога, чем исполнение с ними многими сынами Израиля этой возвышенной заповеди. Глава 129. Молитвы в праздник Суккот. В течение всех дней праздника Суккот после Амиды в Шахарит читают полный Алель. Во время чтения Алеля четыре раза совершают Арба Аминим те же движения, что при Нитилат Лулав, произнося слово Аду. Ла-Ад-Най. Слова Ана-Ад-Най, Оша-На при их повторении и, наконец, произнося слова Аду, Ла-Донай, но не при их повторении в заключении Алеля. Произнося слово Аду совершают три движения Сарба Аминим к юго-востоку, слово Ки совершают движение к северо-востоку, слово Тов к востоку, слово Ки вверх, слово Лео-Ла вниз, слово Хаздо к юго-западу и последнее движение к западу, произнося слово Ана. Ана совершают движение к юго-востоку, к северо-востоку, слово Аша, к востоку и вверх, слово На вниз и к западу, произнося имя Всевышнего Сарба Аминим, не совершают никаких движений. Если не успели произнести благословение над Арба Аминим и совершить Нитилат Лулав перед Шахарит, это можно сделать непосредственно перед чтением Алеля. Но тогда в Алеле движение Асарба Аминим совершают не четыре раза, а три, произнося слово Аду Аду Най в начале Алеля при первом произнесении этого стиха слова Ана Аднай, Аша, На только один раз и Аду Ля Аднай в самом конце Алеля. Все дни праздника Суккот после Алеля Хазан не произносит Кадиш. Сначала устраивают Акафот, обход Бимы с чтением молитвы Ашанод, а лишь после этого Хазан прочитывает Кадиш в Шалин. Порядок чтения Ашанод таков. Открывают Арон Кодыш, достают свиток Торы, подносят его к Биме. Арон Кодыш остается открытым до самого конца Ашанод. Свиток поручают держать тому, у кого нет Арба Аминим. Если Арба Аминим есть у всех, свиток Торы кладут на Биму. В каждые из дней предшествующих Ашана Раба обходят Биму только один раз и совершают полный круг, держа в руках Арба Аминим и читая Ашанод, соответствующие данному дню. Каждая строфа Ашанод начинается с буквы в алфавитном порядке. Когда читают последнюю строфу, начинающуюся с буквы ТАВ, заканчивают обход Бимы. Первую половину молитвы после вступления Лимаанха Хазан читает тихо. В этой ее части слово Ашана в каждой строфе произносят только один раз – в начале. Строфы, начинающиеся с буквы САМИХ или АИН, Хазан читает громко. И слово Ашана в них повторяют дважды – в начале и в конце каждой строфы. Во время Акафот все Арба Аминим должны быть соединены, как во время исполнения заповедей Нитилат Лулав. Желательно закончить чтение Ашанод одновременно с возвращением свитка Торы в Арон Кодыш. В субботу не устраивают Акафот и не читают Ашанод, а на следующий день прочитывают ту их часть, которая соответствовала прошедшему дню, после чего совершают обход Бимы, читая Шанод, соответствующие сегодняшнему дню, то есть воскресенью. Принято, что тот, у кого нет Арба Аминим, не участвует в Акафот. Поэтому он должен постараться взять Арба Аминим у того, кто молится в более раннем или более позднем Миньяне, чтобы совершить с ним надлежащие движения в Алеле и принять участие в Акафот. Тот, кто пребывает в семидневном трауре после смерти близкого родственника, и тот, кто пребывает в 12-месячном трауре после смерти матери или отца, в Акафот не участвует. Поэтому им следует предложить свои Арба Аминим тому, у кого нет. Последний день праздника Суккот называется Ашана Раба. В этот день Небесный Суд окончательно утверждает приговор каждому из нас. В этот день нам предоставляется последняя возможность совершить шуву, заслужить прощение своих грехов и открыть новую страницу в жизни. В ночь на Ошана Раба не принято спать. Эту ночь проводят в синагоге за чтением сборника Тикун Лейл Ошана Раба, в которые включены книги Дворим и Техелим, а также отрывки из каббалистической книги Зуар. В начале в ночь на Ошана Раба последнюю недельную главу книги Дворим Визот Абраха, соответствующую праздничной неделе, читают так же, как и все остальные, только текст на иврите. Однако днем, в канун праздника Симха Тора, прочитывают эту главу и ее перевод на арамейский язык по принципу дважды текст Торы, один раз перевод. Техелим начинает читать после полуночи, при этом женатый мужчина перепоясывается артлом. Каждую из пяти частей книги Техелим заканчивает чтением особых молитв для ночи Ошана Раба, начинающихся словами «Да будет воля твоя». Кроме того, если в синагоге присутствует человек, обязанный читать Кадиш, он читает его после того, как завершает чтение каждой из книг Техелим. Если такого человека в синагоге нет, то после чтения всей книги Техелим Кадиш произносит тот, у кого нет в живых отца или матери. Принято заканчивать чтение Тикун Лейл Ашана Раба до рассвета, а затем идти в Микве. Есть обычай, согласно которому в перерывах между окончанием чтения одной части Техелим и началом следующей Абай Синагоги раздает всем присутствующим сладкие яблоки. Поскольку в Ашана Раба обычай не есть вне шалаша, все еще остается в силе, яблоки надо взять с собой и съесть потом в шалаше. По обычаю, перед тем, как есть яблоки, их окунают в мед, как в Роши Шана. В Ашана Раба перед чтением Алеля в молитве Шахарид с Лулава снимают две верхние перевязи. Остаются только три из них в его нижней части, те, что соединяются с Лулавом ветки Мирта и Ивы. В Ашана Раба Биму обходят не один, а семь раз и прочитывают все Ашанод. Из Арон Кодыша достают все свитки Торы и приносят их на Биму, затем прочитывают шесть Ашанод, которые уже читали в предыдущие дни праздника. И обходят Биму шесть раз, делая полный круг во время чтения каждой из Ашанод. После этого читают Ашанод, относящийся ко дню Ашана Раба, и обходят Биму еще один раз. Закончив чтение этих молитв и прослушав Кодиш Шалим, который произносит Хазан, исполняют древний обычай, введенный еще пророками. Берут пять красивых веток Ивы, перевязанных листом Лулава, и пять раз бьют ими об пол. В заключении прочитывают еще одну короткую молитву, начинающуюся словами «Да будет воля твоя», в которой содержится просьба о том, чтобы совершенное действие произвело желаемый эффект в духовном мире и вызвало благосклонность Всевышнего. Раби Ицхак Лури Ашхенази предупреждает, что до этого момента, то есть во время Акафот, эти ветки Ивы не следует держать вместе с Арба Аминим. Их надо взять только после того, как прочитаны все Ашанод и Кодиш Шалим. С ветками Ивы, которыми били об пол, запрещается обращаться пренебрежительно. Лучше всего использовать их для растопки печи, в которой пекут мацу, для праздника Песах, или бросить в костер, в котором сжигают хамец канун Песаха. Глава 130. Шмини Ацерет, Шмини Ацерет и Симхат Тора. Восьмой день от начала праздника Суккот, 22-й Атишрей, самостоятельный праздник, Шмини Ацерет. В стране Израиля в этот день завершают годичный цикл чтения Торы и начинают новый. Таким образом, Шмини Ацерет одновременно становится праздником Торы, Симхат Тора. За пределами страны Израиля 22-й Атишрей, это, собственно, Шмини Ацерет, а 23-й Атишрей, Симхат Тора. За пределами страны Израиля в Шмини Ацерет едят и пьют в шалаше и ночью и днем, но не произносят благословения, повелевшие нам жить в шалаше. А к Беркат Амазон не добавляют слова «милосердный он восстановит для нас рухнувший шалаш Давида». Зажигая свечи перед началом Шмини Ацерет, а за пределами страны Израиля и перед началом Симхат Тора, а также заканчивая Кедуш, ночью после наступления Шмини Ацерет за пределами страны Израиля и в ночь Симхат Тора произносят благословение Шегияну, поскольку, как было сказано ранее, этот праздник имеет самостоятельное значение и не является продолжением праздника Суккот, в отличие от последнего дня Песаха. После благословения выращивающий хлеб из земли, первый отрезанный кусок хлеба макают в соль, как это делают в течение года. После чтения Торы Шмини Ацерет читают молитву из Кор. В молитве Мусаф этого праздника впервые произносят заставляющий дуть ветер и лить дождь. Поэтому перед тем, как все начинают читать Мусаф, шепотом Габай громко произносит эти слова, чтобы никто не забыл сказать их в молитве. В начале повторения Мусафа Хазан читает особую молитву о дожде. За пределами страны Израиля незадолго до захода солнца заходят в шалаш, где что-нибудь едят или пьют, прощаются с шалашом. В стране Израиля прощаются с шалашом в Ошана-Раба. Однако днем Шмини Ацерет не следует выносить из шалаша вещи, которые могут понадобиться на следующий день в Симхат-Тора, поскольку это было бы нарушением запрета делать приготовление в первый день праздника для нужд второго. В начале праздника Шмини Ацерет после Амиды Маориви организуют акафот, достают из арон Кодыша все свитки Торы и, держа их в руках, семь раз обходят Биму, причем каждый обход сопровождается танцами и песнями. Тот, кто совершает все акафот в своей синагоге, а потом зашел в другую, где праздничное веселье продолжается, должен принять в нем самое активное участие, не думая, будто уже исполнил свой долг в своей синагоге. Это в равной степени относится и к ночным и дневным акафот. За пределами страны Израиля к акафот как в Шмини Ацерет, так и в Симхат-Тора. В дни праздника Суккот надо радоваться и веселиться больше, чем во все остальные праздники года, а в Шмини Ацерет и в Симхат-Тора еще больше. Известно высказывание любавического рэби Раф Йосифа Ицхака от имени его отца Раф Шалома Довбера нельзя терять ни одной минуты из сорока восьми часов Шмини Ацерет и Симхат-Тора. В каждое мгновение есть возможность ведрами черпать материальные духовные блага. И все это благодаря пляскам. Цитаты из Танаха, предшествующий акафот, вместе с их заключением, начинающимися словами, отец милосердный, принято повторять трижды. На свитки Торы, которые берут для акафот, надевают их короны. Габай подает знак, когда надо закончить пение и танцы. После каждой из акафот провозглашает до сих пор акафа такая-то. После этого все свитки Торы возвращают ворон Кодыш и Габай объявляют, кто достоится чести взять свиток для следующего обхода Бимы. Принято, что тот, кто в это время находится в трауре, не идет со свитком Торы один, но приглашает еще кого-нибудь и они берут свиток Торы вдвоем. Принято, что в Симхат-Тора коины совершающие несият Капаем во время молитвы Шахарит, но не в Мусафи, поскольку есть опасения, что коины выпьют в этот день больше вина, чем дозволенный Аллахой минимум. Днем Симхат-Тора, а в стране Израиля в Шмине Ацерет устраивают не семь акафот, а три с половиной, но прочитывают молитвы, относящиеся ко всем семи акафот. Во время совершения каждая из трех первых акафот читают по две молитвы, а последнюю седьмую совершают заключительный полукруг вокруг Бимы. Для чтения Торы нужны три свитка. По первому читают заключительную главу Торы Визот Абраха, по второму начинают чтение первой главы Брейшит, а по третьему читают отрывок для Мафтира. Если в синагоге есть только два свитка Торы, то по первому из них читают Визот Абраха, по второму начало главы Брейшит, а для Мафтира снова берут первый свиток. Симхат-Тора, главу Визот Абраха, дослов и величие своем высотах, книга Дворим, читают столько раз, сколько требуется, чтобы все присутствующие были вызваны к Торе. Вызывают к Торе сразу двух и более человек, в том числе всех коинов и всех левитов. Для чтения последнего отрывка вызывают оставшегося взрослого и всех мальчиков, не достигших совершеннолетия, и они вместе произносят благословения до и после чтения Торы. Удостоившийся чести завершить годичный цикл чтения Торы называется Хатан Тора, жених Торы, а тот, кто удостоится начать новый цикл, Хатан Брейшит, жених сотворения. В принципе, любой из них может быть вызван к Торе, и раньше, во время чтения Визота Абраха, но один и тот же человек не имеет права быть и Хатан Тора, и Хатан Брейшит. Коины и левиты также имеют право быть Хатан Тора и Хатан Брейшит. Принято, что Хатан Тора и Хатан Брейшит в ближайшие две субботы устраивают синагоги Кедуш, имеющие характер веселого пира. После Маарива, завершающего праздник, принято возглашать, Яков же пошел своим путем, книга Брейшит, в знак того, что теперь начинаются будни, которые надо посвятить служению Всевышнему и постараться делать это как можно лучше. В стране Израиля, где Шмини Ацерет и Симхат Тора празднуют в один день, принято после Маарива, которым завершается праздник устраивать вторые Акафот по обычаю Раф-Ицхавалуриа, Ашхенази и других каббалистов. Поскольку в это время запрет на совершение работ уже не действует, вторые Акафот сопровождаются инструментальной музыкой и на них съезжается множество народа.